Всем привет! С вами канал Собервижн Сегодня праздничный выпуск Всех поздравляю с 23 февраля И вот вам мой подарок Настоящие африканские муравьи Кампонотус филах Большие, агрессивные кампы Наконец-то раскрыта тайна о новых питомцах Теперь ко мне во сне не будут приходить подписчики с вопросом Какой новый вид муравьев ты завел? Можно спать спокойно В этом выпуске расскажу, почему я решил завести именно этих мурашей А также мы заселим их в интересный формикарий из гипса и дерева Кроме этого, напомню вам несколько особенностей при содержании филахов Честно говоря, я не хотел покупать их Мне вполне хватало моих альбаспарсусов И на этом мое расширение в сторону кампов должно было остановиться Не хочу плодить много колоний компонотусов в ограниченном жилом пространстве Хочу, чтобы они полноценно развивались Как вы помните, я заказал мермикарию в магазине Аншоп Отличный магазин, который я всем рекомендую Забрал я свой заказ мермикарий в Москве Вместе с покупателем, который купил себе колонию филахов Конечно, мы открыли свои колонии и посмотрели, живы ли наши питомцы И тут я увидел этих гигантов у второго покупателя Это жесть! Они просто огромные! Матка – настоящий синтоловый монстр В таких сложно не влюбиться После минутного наблюдения за этими гигантами у меня не оставалось выбора Я также заказал их в проверенном магазине Аншоп Получил муравьев в хорошо упакованном виде В проверке была красавица-матка и четыре рабочих Небольшое количество расплода также присутствовало Гиганты сразу были накормлены сиропом Снимать их и наблюдать за ними оказалось одно удовольствие Они не только большие, но и имеют интересную окраску Встал вопрос, куда их поселить в дальнейшем И тут я вспомнил, что продаю формикарий из дерева и гипса Ну все, покупатель нашелся Можно сказать, купил сам у себя В этом формикарии довольно редкое дерево – карельская береза Она имеет не только необычный внешний вид, но и внутри узорчатая структура Если заселить маленькую колонию в большое гнездо Она может начать использовать свободные камеры для складирования мусора Это не только испортит внешний вид, но и повлияет на появление различных вредителей и плесени Чтобы подстраховаться от замусоривания гнезда Я раскрутил арену и в свободные камеры, как смог, засыпал кварцевый песок крупной фракции Такой песок вы легко найдете в аквариумных магазинах В крайнем случае можно отправиться на ближайшее озеро или речку И набрать там песок Песок ограничит доступ сразу ко всему жилому пространству Со временем, когда колония будет расти и ей будет не хватать места Муравьи сами смогут очистить от песка дополнительные комнаты Филахи жили у меня в первоначальной пробирке несколько недель Стали появляться муравьи из коконов Сначала думал подключить к пробирке какую-нибудь небольшую арену Но зачем, когда их можно сразу поместить вместе с пробиркой на прекрасную новую арену формикария Предварительно были закупорены ватой два входа в гнездо Теперь пусть муравьи спокойно осваиваются Выбирают себе место под мусор Это снизит вероятность того, что после открытия гнезда Они будут складировать отходы внутри Раз место для мусора выбрано на арене То там оно скорее всего и останется Им приглянулся дальний угол под отходы И теперь я жду только увеличения численности муравьев Чтобы открыть входы Сейчас их уже 11 Появилось много новых коконов Личинок и яиц При выборе формикария с деревом Я руководствовался еще и тем Что эти муравьи в природе обитают в засушливом климате И большая влажность им не нужна Достаточно 50-60% Поэтому тут им должно быть комфортно С питанием также проблем не возникает Отлично пьют сахарный сироп Едят насекомых Уже с четырьмя муравьями в колонии Эти компонутусы очень агрессивны Стоит только поместить инородный предмет Поблизости с их гнездом Они отважно бросаются на него Атакуют жвалами и брызгают кислотой Матка в долгу не остается Она периодически сама идет кромсать тараканов Которых я им кидаю Даже несмотря на то, что они сильно придавлены Как вы могли наблюдать на видео На арене я положил две пробирки Колония быстро растет И явно им скоро станет мало места в одной пробирке Как только они забьют эти две пробирки Я открою им доступ к основному гнезду А может быть и раньше Время покажет Очень хочется уже посмотреть на первых солдат Ведь они настоящие гиганты Размером почти с матку А это около 18 мм Рабочие тоже не малыши Порядка 8-10 мм У муравьев интересные длинные ноги Они очень любознательны И не дадут вам заскучать во время наблюдения за ними Сыты ли эти кампы или нет Можно определить по брюшку Которая при поглощении сиропа становится больше На нем появляются светлые полоски Причем если они пили сахарный сироп Эти полоски прозрачные А если ели белок То они белые Даже у матки эти полоски появились И брюшко заметно увеличилось А вот если бедолаги оголодали Брюшко становится маленьким Худым и темным Пропадают светлые полоски Но тут, ребята, я не жду Когда они пропадут и проголодаются Я кормлю их каждый день Пять раз в неделю я даю им сироп И два раза белок В виде тараканов И личинок жука-знахаря Ну что, ребята На сегодня это вся информация Про компонутус филах Будем наблюдать за их увеличением численности И в ближайшем будущем Откроем им гнездо Если кому-то понравился такой формик То похожие гнезда Будут появляться в магазине группы ВК Там сейчас есть подобный формикарий В малой арене Можно сделать будет и в большой арене Благо сухой дуб у меня есть Если что, пишите мне на почту Она в описании Ну и, конечно, не забывайте Про ряд колоний и формиков Которые я выставляю там же в магазине Из муравьев Там сейчас продаются огненные муравьи И компонутусы альбаспарсус Цена, кстати, на них снижена На сегодня все Спасибо за просмотр Не забывайте подписаться И поставить лайк Пссс Уже скоро на канале появится новая рубрика Только никому ни слова Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»